МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире на канале Эфир 24 программа ЖКС, жилищно-коммунальные советы, советы по строительству, ремонту, ну и, естественно, сфере ЖКХ. В студии Тимофей Вагнер и Гульнас Мениханова. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях начальник управления эксплуатации и реализации программы жилищно-коммунального хозяйства Минструя Республики Татарстан Ильдус Наилевич Насыров. Здравствуйте! Добрый день! Итак, тема сегодня – это пуск тепла и капитальный ремонт в нашем городе. Что касается аварийного жилья, то мы ровно через неделю поговорим об этом. Продолжайте задавать вопросы, их достаточно много уже, непосредственно в нашей группе ЖКС-24. А также звоните в прямой эфир. Но сегодня по теме пуск тепла и капремонт. Наш телефон – 511-99-66. Все, что касается отопления, отопительного сезона и капитального ремонта, можете спрашивать. Ильдус Наилевич, расскажите, пожалуйста, как сегодня обстоит ситуация с пуском тепла в Казани, по республике в целом? Да, сферой деятельности министерства является не только город Казань, это вся республика. Поэтому я попытаюсь дать информацию по всей нашей республике. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, началом пуска тепла считается, естественно, погодным условием, при которых средняя температура суток 8 или ниже градусов в течение трех дней. Сегодня во всех наших муниципальных образованиях приняты распоряжения и постановления исполнительных комитетов о начале пуска тепла, то есть мы не стали ждать таких погодных условий. И сегодня идет полным ходом процесс пуска тепла, как в жилые дома, так и в объекты социальной сферы. По состоянию на сегодняшнее число полностью уже осуществлен пуск тепла в 33 муниципальных образованиях республики. Значит, по информации жилищной инспекции, на сегодняшний день жилые дома готовы на 95%, объекты социально-культурной сферы инженерной инфраструктуры на 100%, что значит готовность жилого дома. То есть по окончании отопительного периода управляющая компания совместно с обслуживающей организацией должна была провести и проводит весенний осмотр дома. После окончания отопительного периода проходит опрессовка дома, и начинается подготовка его к приемке тепла в предстоящий осенне-зимний отопительный период. На сегодняшний день, вот я как уже сказал, 95% домов республики эту процедуру прошли и готовы принять тепло. Всего у нас в республике котельных очень много, я сейчас скажу цифру. По котельным, да? По котельным, да. Сколько котельных в республике дают тепло? Это 3158 источников тепла, то есть котельных, которые сегодня обеспечивают теплом граждан нашей республики и объекты социально-культурной сферы. Это объекты здравоохранения, это школы, это детские сады, это объекты культуры, объекты спорта, объекты социальной защиты населения, такие как центры занятости, интернаты, престарелых и так далее. Скажите, пожалуйста, а почему принято решение, вроде как 8 градусов нет? Ну, потому что мы сами жители города, жители республики и, наверное, какой-то дискомфорт при отсутствии тепла уже в квартирах казанцев уже есть. То есть решили не дожидаться, а это экономически никак не повлияет? Экономически это не повлияет, потому что мы сегодня оплачиваем за тепло в течение 12 месяцев, значит, и граждане говорят о том, что мы платим, поэтому дайте нам тепло. Пусть лучше будет тепло, чем холодно. Маленькие дети, старики, больные, да и просто, значит, нормальному человеку гораздо комфортнее, когда дома тепло. Поэтому сегодняшняя температура днем 18, значит, ночью 5-6 градусов, в сумме дает 24, делим пополам, получается 12 градусов. То есть она пока, значит, не нормативная для пуска тепла, но мы решили, значит, республика решила, исполнительный комитет, прежде всего, то, что тепло надо пускать, на сегодняшний день этот процесс полным ходом идет. Здорово. Это хорошо. Это уже какие-то показатели того, что прям растем. 511-99-66, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы, которые касаются непосредственно пуска тепла и капитального ремонта. Ильдус Навич, расскажите, пожалуйста, по поводу самого механизма. Как вообще обстоит? Почему этот дом получает тепло, а другой дом не получает тепло? Я уже сказал о том, что у нас сегодня более, значит, трех тысяч котельных, которые сегодня осуществляют теплоснабжение жилых домов, объектов, соцкульпт-быта. Значит, котельные, значит, или источники тепла должны пройти определенную техническую процедуру. Во-первых, защиты, значит, ее готовности. Это, значит, в органах Ростехнадзора предъявить свои документы, свою оборудование для того, чтобы мы понимали, что пусть тепла работает и котельные будут безопасны. А котельные, получается, частная организация? Они есть и частные, и предприятиям принадлежат, и есть, значит, мупы и так далее, то есть разных форм собственности. Но сегодня, значит, если у котельных хотя бы один дом жилой есть, согласно действующей законодательстве, они обязаны обеспечить этот дом теплом. Хотя, если даже один дом, хотя бы, если целый завод отапливается, но есть хотя бы один жилой дом, то котельные обязаны обеспечить этот дом. А чем топим? Топим газом. 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 Топим газом, греем воду. Эту воду пускаем по теплотрассам. Значит, заполняется, изначально заполняются теплотрассы существующие. Потом по мере готовности домов жилых, значит, по заявкам управляющих компаний, дома, значит, включаются задвижки, и дом получает тепло. Ясно. Все пока понятно. Ну, вот, получается, если, например, дом не готов, и поэтому люди говорят, у меня почему-то дома тепла нет. Вот поэтому у вас и тепла нет, потому что дом еще не готов, заявку еще не оформили, и теплотрасса еще в воду не оформила. Да, соответственно, значит, дом также должен получить паспорт готовности жилищной инспекции. Это управляющая компания? Управляющая компания оформляет паспорт готовности, получает готовность приема тепла, чтобы они готовы. После этого, значит, подается заявка теплоснабжающей организации от имени управляющей компании, и подключается дом к теплу, открывается задвижка, заполняются стояки дома. Также, как мы вначале заполняли системы тепловодов, которые магистральные и внутриквартальные тепловоды заполняются теплоносителем, уже готовым отапливать квартиры, по такой же схеме заполняется жилой дом по стоякам. Дальше работа обслуживающей организации, чтобы, значит, выгнать воздух, проще говоря, и чтобы все батареи сегодня в квартирах наших жильцов получили тот теплоноситель, того параметра, который требуется для того, чтобы обеспечить этот дом нормальными условиями проживания. Понятно. Ну, вот вы сказали 95%. 95% домов готовы, да. Есть еще какие-то, ну там, причина в чем, что еще некоторые дома не подключили? Причина в том, что есть определенная, значит, наверное, инертность управляющей компании по подаче заявок, наверное, тоже есть, отрицать этого нельзя, хотя по факту я сейчас не могу сказать, потому что такая управляющая компания не дала заявку, поэтому не подключается. Поэтому здесь и причина, наверное, есть какая-то очередность, потому что невозможно весь кварцалости на 15, 20, 30 домов на одной ветке сразу одновременно подключить, потому что есть определенное количество обслуживающего персонала, которое должно проследить, насколько, значит, дом принял это тепло, есть ли порывы, есть ли аварийные ситуации. И третья причина, как я уже вот сейчас только сказал, возникают какие-то аварийные ситуации. При запуске тепла, значит, возникает или порыв, или, значит, еще какие-то нестандартные ситуации, которые необходимо срочно исправить и повторить, значит, эту процедуру. Это даже, значит, лучше, что раньше пустили, потому что если сейчас скопать трубу... Да, у нас есть время, чтобы мы могли исправить то, что не обнаружили летом, хотя это, в принципе, должны были мы все летом обнаружить при проведении опрессовки, эти худые места, так называемые, и их ликвидировать. Но пока все хорошо. Да, все хорошо, да. А может, еще поговорим по поводу самих труб? Ведь замена труб, она относится к капитальному ремонту, я правильно понимаю? Ну, замена труб, если вы имеете в жилых домах, да. В жилых домах. В жилых домах замена труб производится в ходе проведения капитального ремонта, да. Мы уже с 2008 года, то есть 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 год занимаемся комплексным капитальным ремонтом жилых домов. Вот в этом году в программу капитального ремонта включены 793 дома, 793 дома, из них 178 в городе Казани. Значит, капитальный ремонт подходит к завершению сегодня, 685 домов работы завершены уже, 156 домов, если так я говорю на скидку, приняты же актами государственной жилищной инспекции. Все эти дома готовы к приему сегодня тепла. Кроме того, что мы ремонтируем системы отопления при необходимости, значит, ремонтируется система водоснабжения и канализации, кровля, фасад, отмостки, значит, подъезды, места общего пользования. То есть весь ремонт, который необходим этому дому, вот в 793 домах на сегодняшний день мы провели. Мы подготовили программу на следующий год, где-то порядка 750 домов у нас сегодня, 750 домов включены в программу следующего года. На ту же сумму, которой мы сегодня работали, это 4,683,770,000 рублей мы израсходовали в этом году на капитальный ремонт. Планируем израсходы, еще не все израсходовали. То есть такая же сумма будет на следующий год, такое же количество домов примерно. Жители домов должны будут управляющей компанией уведомить не менее, чем за месяц до начала капитального ремонта. Собственники жилых помещений, то есть жители домов должны провести собрание, утвердить виды работ, которые им предлагается сделать. Если они не согласны, значит, они должны убедить управляющую компанию, что не те виды работ надо, не то дело, надо вот это. Это все тоже принимается во внимание и учитывается в работе управляющей компанией с собственниками жилых помещений. Сейчас вот об этом поговорим. 511-99-66, это телефон прямого эфира. Звоните, ждем ваших звонков и сразу принимаем. Здравствуйте, Алла. Здравствуйте. У меня был вопрос. У нас в прошлом году зимой у нас квартира очень было холодно. А выше этажом нашей квартиры у них постоянно жарко. Хотелось бы узнать, от чего это зависит. Будьте добры, адрес? Литвинова, 55. Литвинова, 55. Казань. 55. А вы обращались в управляющую компанию? Мы обращались, они приходили, измеряли температуру. У нас температура была 21-22 градуса. Но вот они потом, они сами понять не могут, почему именно у нас было холодно, потому что тепло у нас есть и идет по трубам. Поднялись выше этажом, прям над нами на квартиру, у них постоянно на стежок на открытый, у них прям жарко в квартире. И так никто ничего объяснит толком. А на каком этаже ваша квартира находится? У нас на пятом этаже, а вот на шестом этаже над нами у них вот жарко было. А дом панельный или кирпичный? Панельный дом. Панельный дом. А не проверяли межпанельные швы управляющих компаний? Нет, не проверяли. Нет, не проверяли? А вот вы когда, значит, сами вот обследуете дом, полы моете, у вас нет такого ощущения, что вот когда на стыке пола и стены, значит, у вас там какое-то движение воздуха из холодного? Есть такое, бывает, да, то, что вот у нас получается стена и сразу лифт идет. Вот. Давайте мы ваш вопрос принялись. Иногда бывает то, что у нас полы холодные или от стены прям иногда прям ветерок такой как будто бы. Я попрошу жилищную инспекцию, как к вам вы ехали, посмотрели. Все, записали. Литвинова, 55. 511-99-66, это телефон прямого эфира. Звоните, ждем ваших вопросов. Так вот, я хотел спросить о том, ответственность непосредственно за подачу тепла, воды, вот дом стоит. До какого, там сколько метров от дома, не знаю, несет ответственность непосредственно жильцы, с управляющей компанией, а где муниципалитет начинает? Большинство наших домов обеспечены общедомовыми приборами учета, учета тепла, воды, электроэнергии, само собой. И вот этот прибор учета, он является точкой отсчета, значит, сколько тепла принят сегодня дом. А если, значит, прибор учета отсутствует, то место врезки. Определенные есть колодцы технические, где к внутриквартальному тепловоду, значит, врезается определенный диаметр труба, которая идет к этому дому. Ну, колодцы, вы представляете, значит, что такое колодец, там задвижка, это считается точкой отсчета собственности. Собственность, значит, дома, получается, та труба, которая подходит, и это собственность тепло-сетевой компании или другой компании, которая обеспечивает теплом этот дом. Ну, я к чему? То есть, если прорыв произошел до этого, это отвечает непосредственно тепло-снабжающая организация. Если после, то это управляющая компания со своей подрядной организацией, которую она наняла для проведения этих работ. Вот, это очень важно. 511-99-66, телефон прямого эфира. А может, мы еще поговорим по поводу замены труб? Вот я как раз сейчас эту тему обсуждаю по поводу... Вы сейчас обговорили о том, что если произошел прорыв трубы до капремонта, то это чья ответственность? Не до капремонта, а до точки присоединения. Мы говорили про это. А если вот сейчас, например, проходит опрессовка, сейчас проверяют, и где-то прорыв оказался... Опрессовка не проходит, сейчас пуск тепла проходит. Опрессовку надо было весной сделать. По крайней мере, осенью перед тем, как пустить тепло. Если во время этой проверки обнаружился какой-то дефект, кто как раз несет ответственность? Вот смотрите, что такое опрессовка? Опрессовка, это, значит, система, есть система теплоснабжения дома, которая состоит из стояков, то есть из вертикальных труб, из горизонтальных труб. Закачивается вода под давлением на 20-25% больше, чем рабочая температура теплоносителя. И, соответственно, следователь сантехник, значит, ходит под этажом и смотрит, у кого потекло, ни у кого не потекло. Если дома люди находятся, они знают, что у них в этом доме должно быть объявление. Проходит опрессовка труб, просим быть дома и информировать, значит, о каких-то протечках или каких-то неждатных ситуациях по такому-то тему. А кто за это платит? Вот если, например, как раз протечка, то кто за это платит? Есть статья в счет фактурии, текуща обслуживания и ремонта инженерных сетей. Мы и платим, мы собственники для платим. 511-99-66, еще один звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Это вы со мной разговариваете? Да, с вами, с вами. Эсперанто 12В, квартира 37. Два года не можем добиваться, чтобы в одной комнате грелись батареи, не греются по всем четырем этажам. То есть именно один стояк по всем четырем этажам не работает? Потому что внизу у нас на первом этаже фирмы, у нас допуска нет ни к счетчикам, ни к тепловому, ни к электрическому. И кроме того, в нашем доме гнилые трубы обратились в УК Вахитовского района, там главный инженер сказал, только во время капитального ремонта. Если вот 30 лет исполнится, тогда поменяем. А у нас ежегодно два года бывает авария. Неужели устранение аварии обходится дешевле, чем поменять трубы? Это ведь можно и за счет средств текущего ремонта делать. В крайнем случае мы готовы трубы сами закупить. Но это уже крайности. А мы трубы, воду сами сливать не можем. Понятно, спасибо. Вопрос ясен. Вопрос понятен. Я записал этот дом, эту квартиру. Во-первых, у нас существует долгосрочная региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов в республике, куда включено 15 387 домов. Вы должны на сайте у нас. Это на тот период, когда она принималась, было 15 380 домов, включенных в региональную программу капитального ремонта. Это было, значит, с 2014 по 1943 год. Вот эти дома мы должны отремонтировать. Введен в этом году обязательный платеж населения 5 рублей с квадратным метром. Называется взносом на капитальный ремонт. Собственники жилых помещений определились со способом накопления фонда капитального ремонта. Большинство из них, это более 13 тысяч, почти 15 тысяч домов, способ накопления на счетах регионального оператора. Я к чему это говорю? О том, что трубы сами мне надо покупать на сегодняшний день. Надо посмотреть эту программу. Когда дом включен, капитальный ремонт. Если, значит, дата проведения капитального ремонта вас не устраивает, надо обратиться в управляющую компанию и совместно найти общее решение, что сегодня система теплоснабжения дома требует капитального ремонта. Но вы понимаете, если входить в дом с капитальным ремонтом, то желательно сделать, конечно, все. Ломать перегородки, ломать стены или что-то испортить, значит, те квартиры, которые сегодня сделан хороший ремонт. Лучше уж делать сразу и отопление, и водоснабжение, и канализацию. Комплексный ремонт. И поменять, значит, там, балкон отремонтировать, лифт, если надо поменять. Это называется комплексный капитальный ремонт. Я прошу вас посмотреть, я тоже поинтересуюсь, когда ваш дом включит в программу капитального ремонта. И, значит, по инициативе собственников мы можем дату капитального ремонта передвинуть на более ранний срок. На более ранний срок. У нас где? Посмотрите. Да, данная программа размещена у нас на сайте во вкладке «Жилищно-коммунальное хозяйство». Там полностью весь перечень, он указан. У нас указаны все по адресу, все дома, все перечислены. И, более того, там есть тот перечень работ, которые входят. Которые необходимо проводить. 12 видов работ, которые сегодня законом по республике Татарстан, номер 52 ЗРТ, определены при проведении комплексного капитального ремонта на квартирных домах. На сайте имеется в виду, на сайте Министерства строительства. Зайдете туда, посмотрите программу капитального ремонта и найдете адрес своего дома. Если вы увидите, что, например, ваш дом попал в этом году, но ничего не сделано, то тогда, да, бейте тревогу. А если в следующем, ну, надо подождать, значит. Если действительно будет совсем проблематично зимой, то все вопросы к управляющей компании. Потому что проблемы не на улице, а проблемы непосредственно в столике. Поэтому это вопрос... Или в тех собственниках, которые сегодня занимают первые этажи. То есть имущество, общее имущество многоквартирного дома, это не только имущество тех граждан, которые там проживают. Это имущество того человека, индивидуального предпринимателя, или, значит, частного предпринимателя, ООО, там, ЗАО, которое... Снимает арендовые помещения. Не снимает, которое является собственником этих помещений. Или это, значит, город является собственником, или, значит, какая-то организация. Она также несет ответственность за содержание общества, общего имущества многоквартирного жилого дома. В соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации. То есть вы можете собрать собственников и спросить управляющей компании, почему... Может, они там просто сделали дополнительную врезку, теплые палые, может, они там сделали, может, что-то еще. Может, перекрыли во время строительства. Может, перекрыли, и тепло туда не доходит. Надо допустить, они обязаны, для этого можно привлечь жилищную инспекцию, управляющую компанию, ну, в конце концов, значит, участкового пригласить, для того, чтобы попасть туда и посмотреть, каково состояние тех инженерных систем, которые обеспечивают теплом не только этот офис там или магазин, а обеспечивают теплом по всему стояку весь этот жилой дом, в том числе 37-ю квартиру по дому Аспиранта 12Б. Хорошо. Еще вот у меня такой вопрос, чисто технический. Подается в разные дома по-разному тепло? Сверху или снизу? Это в зависимости от конструкции дома. Есть так называемая верхняя разводка, есть нижняя разводка. Если нижняя разводка считается технический этаж, то есть подвал, верхняя разводка, значит, это над чердаком. Но кто контролирует? Например, действительно, почему люди говорят некоторые, на первом этаже холодно, на девятом форточки открывают, или наоборот, там холодно? Ну, это зависит сегодня от состояния инженерных систем дома, от их пропускной способности, насколько они, значит, имеют способность пропустить тот объем теплоносителя, который несет определенную температуру в этом доме. То есть при диаметре трубы, например, там 2,5 сантиметра, может, там пропускная способность вот такая. Потому что со временем трубы... Ну, ржавеют за ссоры, понятно. 511-9966, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас. У нас, вот, я хотел бы сказать такой вопрос. У нас в Зеленодольске, допустим, закапливаем 5 сорт берут, а вот, сказали, 5 рублей с квадратным метром. А у нас 5 сорт. На каком основании? В Казани, вот, 5 рублей. У нас... Спасибо. Постановлением правительства Республики Тарстан утвержден минимальный размер взноса за капитальный ремонт в размере 5 рублей за квадратный метр. Но это минимальный размер взноса. То есть управляющая компания может... Нет, нет. Увеличить эту сумму может только собрание собственников этого жилого дома большинством голосов. То есть они могут собрать и 5,40, и 5,60, и 10 рублей. Если собрание жильцов, собственников помещения этого дома решило для того, чтобы приблизить дату капитального ремонта... То есть мужчине сейчас надо спросить управляющей компании? Было ли собрание или нет? Если не было, значит, это неправильно. А если было, то они должны показать документы? Да, общее собрание большинством голосов это решило. И согласно жилищному кодексу мы должны подчиняться большинству. Так, есть звонок? Нету? 511-99-66. Хорошо, тогда у нас осталось совсем немного времени. Эльдус Наилович, пожалуйста, обратитесь, успокойте людей по поводу тепла, что все в порядке и так далее. В общем, какие-то финальные напутственные слова. Успокоить? Что значит успокоить? Успокоить я и сам себя успокаиваю. У меня тоже пока дома тепла нет, к сожалению. И супруги говорят о том, что и дочке, и внучке. Я говорю, потерпите, тепло будет. Я уверен все, что оно будет во всех домах. Конечно, я не могу 100% гарантировать, что не будут какие-то нештатные ситуации. Вот как с домом аспиранта, например, не возникает. Жилой фонд у нас довольно старый. Появляются новые дома, где, конечно, проблем нет. Но все это, значит, мы отслеживаем на своем уровне. 2-311-410, телефон нашей диспетчерской службы. В министерстве работает круглосуточно. 2-311-410. Поэтому, если какие-то есть звонки, мы готовы выслушать вас, принять меры для того, чтобы эти вопросы решить. Это касается не только жителей города Казани, жителей всей республики. Поэтому давайте совместно, значит, если есть вопросы, задавать их, их решать совместно. И помогать нашим коммунальщикам быстрее запустить тепло в наши дома. У нас на сайте также действует интернет-приемная. Можно не только звонить по данному телефону. У нас есть интернет-приемная на сайте, и есть телефон горячей линии. Все это указано на сайте Министерства строительства. Спасибо большое вам. Замечательно побеседовали. Напоминаю еще, уважаемые зрители, что следующая программа будет посвящена непосредственно аварийному жилью. Присылайте ваши вопросы. В гостях у нас был Насеров Ильдусна Ильич. Большое вам спасибо. Тимофей Вагнер, Гульнас Мениханова. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!